Добрый вечер! Телеканал «Видное ТВ» начинает свою работу в прямом эфире. Сегодня в новостях Андрей Миков, заместитель начальника Ленинского управления социальной защиты населения, и Светлана Запкова, заведующая отделом обеспечения социальных гарантий Ленинского управления социальной защиты населения. Здравствуйте, Андрей Евгеньевич и Светлана Юрьевна. Сегодня нашу беседу, я думаю, следует начать с порядка работы управления социальной защитой в этот период. Что изменилось? Андрей Евгеньевич, к вам вопрос первый. Как и всех, конечно, нас касается пандемия. К сожалению, так же, как и весной, мы по распоряжению министра вынуждены были ограничить очный прием населения. И на сегодняшний день управление работает по предварительной записи. То есть для того, чтобы попасть в управление на консультацию, либо с целью подачи документов, необходимо произвести предварительную запись, либо через наш сайт. Там есть специальная кнопочка предварительной записи, по которой будет значено время, дата, когда можно прийти. То есть заявитель может для себя выбрать удобное время посещения. И, соответственно, эта информация попадает к нам. Либо позвонив по нашим телефонам горячей линии, но, к сожалению, линии перегружены, звонков много, бывает сложно дозвониться. Но телефон и проговорю. То есть 8-495-549-84-22 и 495-549-80-22. Это два телефона, которые у нас постоянно работают с 8 утра до 20 часов вечера, в том числе выходные дни. Единственное, бывает исключение, потому что мы вынуждены 3 дня в неделю на 1 час сокращать прием, поскольку проводим обработку помещений. Дезинфекция как-то требует санитарный стандарт. Это в понедельник, среда и пятница у нас день укороченный до 19 часов. То есть это такой режим работы с марта или были какие-то послабления, например, летом? Ну, летом мы открывались, но, к сожалению, на непродолжительный период и в ноябре снова вынуждены были ограничить очный прием. То есть мы не закрылись совсем, то есть к нам можно попасть, с нами можно держать связь посредством обращения на сайт, посредством обращения по телефонам горячей линии. Можно написать обращение на нашу электронную почту. Все обращения фиксируются, рассматриваются, на все дается ответ. А сколько человек можете принять в день к специалистам? В среднем в день приходит около 20-30 человек. То есть, ну, конечно, это ограничено условиями приема, поскольку мы не можем несколько кабинетов сразу дезинфицировать. То есть у нас прием происходит в одном кабинете, специалисты меняются по очереди. Ну и в целом, если на каждого посетителя порядка 30 минут у нас плечо приема, то есть отведено вот такое время, чтобы не торопясь все вопросы решить, человека проконсультировать, в среднем получается так. Ну, где-то, скажем так, 20 человек. А расскажите про порядок подачи документов. Он изменился? Может быть, что-то упростилось из-за введения ограничений? Ну, тут не столько связано введением ограничений, сколько происходит планомерная такая, начиная с 15-16 года, работа по переводу государственных социальных услуг. Это как раз вот те услуги, которые мы оказываем в электронный вид. То есть большинство услуг теперь возможно подать в электронном виде посредством обращения на портал государственных муниципальных услуг Московской области. Значит, либо через многофункциональный центр предоставления услуг, где также есть специалисты, которые помогут эту услугу оформить через портал. Чем удобно, то есть можно в своем личном кабинете отслеживать статус прохождения услуги, получить там же результат, то есть избежать лишней вот этой вот беготни по инстанциям, скажем так. Светлана Юрьевна, второй вопрос и основная тема, как мы сейчас выяснили, это порядок начисления выплаты пособий. Расскажите подробнее, как сейчас это проходит. Действительно, мой ответ вытекает частично из ответа Андрея Евгеньевича. В принципе, в нашей работе действительно ничего не изменилось. Практически кроме разве двух-трех услуг, на все услуги заявление можно подать либо через портал услуги «Мусорек», он работает 24 часа в сутки, либо через МФЦ, которая так и не закрылась для приема. К нам-то граждане приходят получить какую-либо справку по себе о своем статусе, либо донести какие-то документы. Ну и, скажем, по старой памяти, думая, что на какие-либо услуги заявление нужно подавать у нас. Вот уже три года есть портал услуги «Мусорек», все заявления подаются на все услуги через него. Что по-прежнему не очень понимают иногда граждане, когда они подают заявление через портал услуги «Мусорек», есть такая вещь, как срок оказания услуги, который граждане путают со сроком зачисления средств на их счет. И если срок оказания услуги 10 дней, они думают, что при положительном решении через 10 дней на их счет поступят денежные средства. Результат услуги – это решение положительное либо отрицательное. А денежные средства у нас зачисляет, созданная в Московской области такая организация «Единый выплатной центр». Вот «Единый выплатной центр» по своему графику раз в месяц формирует реестры на выплату денежных средств. Соответственно, кому мы приняли положительное решение, например, с 15 по 2, 30 ноября, 1 по 5 декабря, «Единый выплатной центр» формирует реестры и отправляет денежные средства на счета получателей. Соответственно, результат оказания услуги решения человек получит установленный срок, а денежные средства, как правило, на в течение следующего месяца поступят к ним. Далее что у нас происходит? Все-таки есть небольшие новшества. Очень далеко отступлю назад. У нас не зря мы все подаем заявление на сайте услуги Мосрек. Это же не случайно происходит. Еще в 2011 году была принята государственная федеральная программа «Цифровое правительство», которая постепенно подводит гражданина к ответственности за подачу заявления и предоставляет ему возможность из любой точки России получить услугу, иногда онлайн, без всяких сверок. Что же на сегодняшний день изменилось? У гражданина повысилась ответственность, но они еще ее не понимают. Возьмем на примере конкретные услуги. Компенсация за питание, молочная кухня, как мы раньше ее называли. У нас есть выплаты, которые люди могут получить. При заполнении заявления на сайте услуги Мосрек заявителю предлагается дать нам разрешение на определенные действия. Разрешает ли он нам запросить сведения о месте жительства ребенка? Запросить сведения о нуждаемости ребенка в питании, в поликлинике? Запросить ЗАГС о факте рождения ребенка в будущем? Если заявитель не поставит соответствующие галочки, у нас связаны руки. Мы не имеем права обрабатывать его персональные данные без его разрешения. Если документы, подтверждающие данные факты, он не прикрепил, значит, мы можем только отказать. Степень ответственности гражданина повышается. Я очень настоятельно всех, особенно молодых жителей нашего района прошу, при заполнении заявлений на сайте услуги Мосрек, не торопитесь. Просто внимательно и правильно заполняйте графы, у вас все получится. Люди, мы не любим читать инструкции. Ни к технике, ни к порядку подачи заявлений. Пожалуй, на это бы я обратила внимание. У нас появилось уже порядка 8 услуг, на которые не требуется сверка. Они подали заявление и получат результат сразу в личном кабинете, без всякого посещения каких-либо органов, если они правильно его заполнили и дали необходимые согласия. Вот, наверное, такое новшество, которое совершенно недавно, в ноябре, возникло у нас. То есть можно подать теперь заявление только онлайн? Или все-таки, например, кто-то... В МФЦ, конечно, есть у нас разные контингенты, население разной категории. Те, кто не владеет техникой, всегда могут прийти в МФЦ. То есть либо, если у вас нет техники, техника обеспечит в МФЦ, самостоятельно можете подать. Если и не умеете, то вам помогут сотрудники МФЦ. Хорошо, спасибо. По блокировке социальных карт. То есть это тоже к вам вопрос. Мы очень рады. То есть сейчас уже карта не за... Блокировка снята. Это кратко. Блокировка снята. Такое резюме. Звучало это по-другому. То есть по постановлению губернатора Московской области за 13-го, не ошибаюсь, начало блокировки у нас было, по-моему, где-то число 15-го ноября, были заблокированы социальные карты для жителей старше 65 лет и для лиц, страдающих хроническими заболеваниями. 13-го декабря период блокировки окончен. 14-го декабря карты всем разблокированы. То есть люди могут пользоваться, ну, конечно, с соблюдением всех мер предосторожности, с заботой о своем здоровье. То есть пока на какой период, неизвестно, да? Нет, никто не дает никаких прогнозов, да. Сейчас работают карты. Так, ну и перейдем теперь к теме активное долголетие, работа Центра социального обслуживания «Вера». Так, Андрей Евгеньевич, это к вам вопрос. Вообще сейчас в каком режиме работает Центр? Несколько слов. И у нас есть сюжет на тему. Как и всех, как и нас, как и большинство учреждений, значит, это учреждение тоже затронуло вот эту тему, и были введены ограничения соответствующие. На сегодняшний день существует ограничение по очному посещению Центра, в том числе и его полустационарных отделений, где, собственно говоря, и проводилось вот это вот мероприятие по программе губернатора Московской области «Активное долголетие». Но между тем, значит, мероприятия, некоторые мастер-классы, гимнастика проводятся в онлайн-режиме. Значит, для этого нужно либо следить за новостями, которые в социальных сетях распространяют учреждения, либо на сайте учреждения. И в очном режиме, значит, принято министерством такое решение, продолжают работать отделения детской реабилитации. Таких отделений у нас два. Это непосредственно в Винном на Садовой, 22. И отделение в поселке Развилка на территории колледжа Московья. Значит, туда также со всеми предосторожностями, с обработкой всех поверхностей, значит, с измерением температуры, с соблюдением всех стандартов, значит, наши граждане приводят своих деток, которые нуждаются в реабилитации, где, собственно говоря, получают вот эти социальные услуги. Давайте посмотрим сюжет как раз из поселка Развилка. Отделение реабилитации номер 2 Центра социального обслуживания Вера в Развилке изначально создавалось для работы с детьми и инвалидами. Но с годами здесь стали заниматься и с ребятами со слабленным здоровьем, начиная с грудничкового возраста. Сейчас отделение в год обслуживает более 450 маленьких пациентов. Стоп! Перевернулись на животики. Руслана Брика о Центре Веры узнала совершенно случайно, когда участковый врач прописал ее дочке Софии массаж. Мы очень довольны, потому что здесь, помимо того, что, скажем, вот эти процедуры, которые носят лечебный характер, да, восстановительный, здесь еще такая атмосфера семейная. В общем, я бы сказала, что это какой-то семейный клуб. Потому что детям здесь нравится все. Вот дочь наша в восторге от этого центра, и каждый день она просится сюда. По соседству с залом ЛФК есть кабинет гипокситерапии. Это профилактика всех простудных заболеваний, питания головного мозга для некоторых категорий пациентов, да, укрепление иммунитета. Множество проблем со здоровьем поможет решить профессиональный массаж. Приходят вальгусы, варусы, ДЦП, дисплазии, плоскостопие, нарушение осанки, сколиозы. Самый любимый кабинет маленьких подопечных центра – сенсорная комната. Я очень люблю занятия в сенсорной комнате. Они способствуют развитию воображения, чего сейчас не хватает у наших компьютерных детей. Мы можем поплыть в море, полететь в космос. Также ребята занимаются арт-терапией, работают с кинетическим песком. Для каждого ребенка подбирается индивидуальная программа реабилитации. Работает в отделении реабилитации логопед-дефектолог Антонина Шустрова считает, что скорректировать речь можно в любом возрасте, но лучше начинать это делать вовремя. Ребенок, например, в два года уже начинает говорить «ф» при помощи губ, или начинает звук «р» выдавать французский, и то желательно начать обращаться еще как можно раньше. И даже если ребенок еще не готов прямо сидеть и заниматься перед зеркалом, все равно логопед найдет какие-то подходы к ребенку, чтобы в игровой форме начать с ним что-то прорабатывать. Отделение продолжает работать и в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Все сотрудники работают в масках и перчатках. Ежедневно проводится дезинфекция всех поверхностей и аппаратуры. Также у нас есть еще дезинфекторы, которые мы включаем после каждого часа. И они у нас 10-15 минут дезинфицируются, помимо проветриваний. Помимо проветриваний. То есть защита от коронавируса не пройдет. Очень довольны. Тут и профессионалы хорошие. Рекомендую всем родителям сюда приходить. Все требования, касающиеся коронавируса, тут исполняются. Все ходят в маске, дезинфекция. Центр Вера проводит реабилитацию деток совершенно бесплатно. Чтобы записаться на занятия, нужно обратиться в центр и собрать необходимый набор документов. Екатерина Борисова, Александр Логин, Ольга Садовская. Видно этого. Андрей Евгеньевич, после самоизоляции постепенно возвращались, да, вот даже вот центры реабилитации. Когда вообще возобновил свою работу? Ну, возобновил работу на тот короткий срок, что нам позволено было. То есть с октября, вернее с августа, вот где-то по начало ноября, скажем так, да. В принципе, раскачиваться нет смысла, да и не нужно, потому что все специалисты на местах, все специалисты работают, поскольку, ну, немножко у них были другие задачи, скажем так, в это время. Поскольку вот со второй волной, так называемой с осенним периодом, у нас стояла задача вообще сквозного обзвона всех граждан, губернатор поставил задачу выяснить, кому чего не хватает. То есть мы, как раз вот специалисты центра веры, помогали нам с обзвоном всех граждан, Саше 65 лет. Значит, в любом случае все были заняты. Как только возникнет возможность снова все включаться в работу, то есть как раз сейчас идет перепрофилирование некоторых отделений центра, то есть само по себе отделение дневного пребывания, которое там работало, значит, будет несколько сокращено. И как раз вот за счет высвобождения вот этих вот и ресурсов трудовых, и площадей будет несколько увеличено как раз направление активного долголетия. То есть даже речь идет о том, что будет создано отдельное как бы отделение, которое будет заниматься вопросом. Как только будет можно снова возобновяться экскурсии, снова возобновится работа клуба активного долголетия, снова возобновятся занятия по йоге, дыхательной гимнастике и всему остальному. Ну, в принципе, оно, повторюсь еще раз, оно и сейчас есть, но есть как бы в онлайн-режиме, кто с этим дружит или у кого, значит, дети, внуки могут с этим помочь, те, в принципе, пользуются этим. Только, значит, сейчас только в режиме онлайн проходят все мероприятия. Пока только в режиме онлайн. Кроме детской реабилитации все проходит в режиме онлайн. Ну и, конечно, центр Вера, у них же есть еще одно направление, то есть это социальное обслуживание на дому, то есть это направление, оно работает, оно продолжается. Никто наших, значит, испытывающих трудности в передвижении, значит, пожилых граждан на дому не оставит, то есть как за ними осуществлялся уход, так он осуществляется в полном объеме. А какие услуги входят? Ну там на самом деле большой перечень услуг, в том числе социально-бытовые услуги, есть перечень, значит, обязательных услуг, есть перечень услуг дополнительных. Прибраться, приготовить пищу, помочь покушать, конечно, это не могут туда входить услуги специальные медицинские, которые требуют медицинского образования, да. Ну, коротко назовем, помощь по хозяйству, то есть там, где гражданин сам справиться не может и от чего зависит его, собственно говоря, жизнь, помочь ему жить. А какая-то горячая линия работает в центре, то есть могут позвонить, обратиться, чтобы проконсультировали по телефону? Есть такая услуга? Ну, у них, как у всех наших учреждений, есть горячая линия, как бы в самом учреждении. Сейчас, к сожалению, телефончик не взял с собой, не могу проговорить. То есть специалисты все работают, да, сейчас в центре Вера, все на местах? Ну, за исключением тех, кого мы вынуждены были, как и в других учреждениях, отправить на самоизоляцию. Есть люди, конечно, и у нас, и в других учреждениях с хроническими заболеваниями, есть люди старше 65 лет, которые продолжают работать, которые вот в этот период должны были находиться на самоизоляции. Давайте перейдем к другой теме. Работа центра занятости населения. Что здесь изменилось? Так же, как и мы, так же, как и Центр Вера, значит, у них тоже ограничен прием очный, то есть прием осуществляется по предварительной записи. Значит, так же можно записаться по телефонам, которые, значит, размещены у них на сайте. Не так давно, кстати, с визитом в Видное и в том числе в Центр занятости наш Ленинский приезжал министр социального развития Ирина Клавдина-Фаевская. Значит, у нас существовала небольшая проблема в целом с персоналом центра, что было вызвано объективными причинами. Сменился руководитель, дальше нас догнала пандемия, и часть сотрудников ушла на больничный, часть ушла на самоизоляцию, в том числе незаменимый очень человек, который как раз вот занимался начислением вот этих пособий по безработице. Здесь, наверное, нужно еще сказать, что с периода начала пандемии, то есть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в этом году уровень безработицы в Ленинском районе вырос в 14 раз. В 14 раз. Это, во-первых, обусловлено, конечно, нашей близостью к Москве, то есть многие люди потеряли работу в Москве, а поскольку зарегистрированы по месту жительства у нас, в Центр занятости они пришли, конечно, вставать к нам. И количество поданных заявок, обращений выросло в 2-2,5 раза. Конечно, наплыв был большой, при этом, как уже сказал, из числа сотрудников, значит, некоторые ушли, и вот это весь этот гвал, весь этот шквал заявок, он, значит, конечно, вызвал определенную задержку и в начислении пособий, также вызвало некоторую задержку финансирования, поскольку осуществлялось из федерального бюджета. Мы знаем с вами, что основные выплаты по Центру занятости, пособия по безработице, это деньги федерального бюджета, которые поступают к нам в виде субвенций. Но правительство Московской области, значит, на период с июля по, значит, 31 сентября временно вводило, значит, дополнительные меры для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, которые стоят, значит, у нас на учете в Центре занятости. А что за дополнительные меры? Ну, так, например, был увеличен размер минимального пособия и минимального пособия по безработице, и размер максимального пособия по безработице. Значит, у нас размер составлял максимальный с 12 130 рублей, который федеральным законодательством был установлен, значит, доплата за счет правительства, средств финансовых Московской области производилась до 15 тысяч рублей. И, кстати, вот по этому поводу тоже люди иногда путались, и был большой шквал звонков, почему мы не видим вот эти 15, почему разными суммами идут деньги. То есть это не всем положено, да, например, увеличить выплат? Нет, оно... Какой категории граждан? Вот, если финансисты меня поймут, это две разные цепочки, и они никогда не пойдут в один день одной суммой. То есть приходило либо 12, либо вот эта вот оставшаяся часть до 15. Значит, кроме этого, на каждого ребенка, значит, мы знаем, значит, старше трех лет была установлена доплата в размере трех тысяч. Все это действовало до, значит, 31 сентября. То есть с 1 октября эти меры были прекращены. На сегодняшний день мы вернулись к старым размерам. Значит, это полторы тысячи рублей на минимальный размер и 12 130 рублей максимальный размер. Как-то сейчас была ли шина проблема после приезда министра? Что-то изменилось? Ну, к сожалению, увеличить штат не только... Это проблема не только Ленинского управления. Это проблема в целом, как бы, всех центров занятости Московской области. Конечно, в середине года изыскать где-то средства для увеличения штатной численности просто не получилось. Но в настоящее время мы видим, что количество поступающих обращений, жалоб, оно снизилось. То есть выплаты на сегодняшний день осуществляются в полном объеме. Значит, в принципе, каких-то там больших особых нареканий по работе центра занятости на сегодня нет. У нас поступают вопросы от телезрителей. И Лидия Маскалева спрашивает, я пенсионер, хотела узнать, действуют ли сейчас карты для льготного проезда? Надо съездить, сдать анализы. Давайте повторим. Ну, честный вопрос, Светлана Юрьевна проговорила уже. Просто с 13 декабря в постановлении губернатора были внесены изменения, несколько ослабляющие порядок самоизоляции граждан. В том числе вместо слова «обязать граждан находиться на самоизоляции» теперь там звучит «рекомендовать гражданам находиться в местах проживания, в том числе в жилых домах, на дачах». И этим же постановлением была отменена блокировка социальных карт жителям старше 65 лет и отменена блокировка социальных карт жителям, имеющим хронические заболевания. То есть на сегодняшний день все социальные карты разблокированы, кроме учащихся. То есть для учащихся это ограничение осталось в силе. По ученическим проездным проехать до сих пор нельзя, они также заблокированы. То есть можно, разрешается выйти из дома, в магазин, к месту получения услуги, в том числе к месту получения медицинской услуги, социальная карта работает. Еще один вопрос. Лариса Михайловна Шумицкая, тоже пенсионер, 70+, с выходом на пенсию писала заявление на бесплатное санаторно-курортное лечение. Постоянно отказывают на ее просьбу. Что делать, куда обращаться? Не видя документов нам сейчас трудно, конечно, обозначить, по какой причине был отказ. Если я правильно понимаю, у нас существует по санаторно-курортному лечению несколько категорий граждан, которым эта услуга предоставляется. Это, конечно, безусловно, граждане, имеющие инвалидность, где путевки предоставляются за счет средств федерального бюджета. И за счет средств бюджета Московской области у нас предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение для граждан, либо имеющих категорию ветеран труда, либо для граждан, имеющих просто пенсионеров без льготного статуса. Но здесь для категории пенсионеров без льготного статуса играет роль доход пенсионера. Возможно, был превышен доход, хотя, думаю, что вряд ли. Запишем, наверное, или передадут нам после эфира тогда фамилию. Мы посмотрим, и специалист свяжется с заявителем, узнаем, что будет. А в этом году отправляли, да? Осправляли, конечно, ограниченное количество. Не все санатории согласились принимать у себя, но которые согласились, они принимали. А это где? Путевки были. На какие? Подмосковье? Было и Подмосковье, была и средняя полоса, был и Крым. То есть, в принципе, все направления были, но несколько в ограниченном количестве. Конечно, по независимым у нас причинам. Здесь нужно еще понимать, что если человек на путевку заявление подал, то есть заявкой обратился, в любом случае никто его с очереди не снимет, пока он эту услугу не получит. То есть, если он в этот период у нас не съездил, он в очереди остается, ему будет предлагаться путевка в следующий период, в том числе, когда все-таки будет это возможно по санэпид-условиям. Спасибо. Ну вот сейчас говорили про пенсионеров. Давайте вот, Светлана Юрьевна, расскажите, пожалуйста, про доплату или как это звучало правильно, прозвучала правильно эта информация по доплате к пенсии? В последнюю неделю в новостных средствах массовой информации в интернете прошла новость, которая звучала примерно так. В 2021 году пенсионеры получат выплату 10 600 рублей. Вот несколько, возможно, в некоторых источниках в некорректном виде, что, возможно, обнадежит людей получение средств. Таких средств не будет. О чем идет речь? Об услуге, которая существовала всегда. Называется она социальная доплата к пенсии. То есть, если не работающий пенсионер, его общее материальное обеспечение не превышает определенного уровня, государство до этого уровня доплачивает. Есть единый уровень по России, который составляет на сегодняшний день 9 311 рублей. Некоторые регионы говорят, это небольшой прожиточный минимум, мы его увеличим. Вот у нас в Московской области этот уровень увеличенный. То есть не 9 300, как в России в 2020 году, а 9 901. И, соответственно, мы проводим доплату всем пенсионерам, у кого общее материальное обеспечение не дотягивает до этого уровня. В следующем году этот потолок в Московской области увеличен до 10 648 рублей. Вот именно об этом и шла речь во всех новостях. Что такой выплаты отдельной, как в размере 10 000, конечно, не получит никто. Есть сама пенсия пенсионера, есть, возможно, ежемесячные денежные выплаты льготы за квартиру, какие-либо иные источники финансирования, кроме, конечно, заработной платы. И в случае, если всех выплат не хватает до размера 10 681 рубль, вот эту разницу, или наше Ленинское управление социальной защитой населения доплачивает. Если раньше пенсионер ее не получал, но считает, что он право имеет, значит, сайт услуги МОСРЕК, заявление на региональную социальную доплату к пенсии, либо помощь подачи окажут в МФЦ. Те, кто эту доплату получал и в этом году, просто она будет пересчитана в связи с изменением потолка, как мы называем, прожиточного минимума, до которого осуществляется доплата. А сейчас прожиточный минимум? Сейчас 9 908, я сказала 9 901, чувствую, что я бру. 9 908 он в этом году, в следующем году будет 10 648. То есть все будут получать? Кто подавал заявление и получал в этом году эту доплату, автоматически она будет пересчитана до нового прожиточного. Если человек получит право на эту доплату только в следующем году, учитывая, что пенсия, например, 10 тысяч, он не пользуется социальной картой, он не имеет никаких льгот на квартиру, значит, да, он получит право на эту доплату, нужно подать заявление через сайт услуги МОСРЕК. Автоматически у нас, вообще я хочу сказать, что это касается не только доплаты к пенсии, любой услуги, не существует автоматического назначения, не существует. Заявление должно быть подано. Потому что, да, есть очень редкие категории граждан, но они как раз являются примером, которые говорят, мне не нужны ваши выплаты. Да, вот была такая практика, назначалась компенсация за вывоз мусора, за обслуживание с мусором пенсионерам автоматически. Вот приходили возмущенные, не хочу платить и не хочу получать, поэтому мы права их нарушать не можем, практически везде требуется подача заявления. Автоматического назначения нет. Хорошо, спасибо. У нас остается буквально пять минут, и поговорим о такой теме, как новогодние праздники, новогодние мероприятия, что планируется, какие подарки вообще, и о работе в новогодние праздничные дни. Будет ли работать? Хорошая тема. Наконец-то у нас с вами наступила зима, выпал снег, стало похоже на приближение Нового года. К сожалению, тоже жизнь вносит свои коррективы. На протяжении прошлых лет Ленинское управление и Министерство социального развития Московской области, чьим подразделением мы являемся, в преддверии новогодних праздников и иногда в новогодние каникулы проводила областные мероприятия для деток из малообеспеченных семей, для детей из льготных категорий. Что это такое? Это, например, губернаторская елка во дворце, в доме правительства Московской области. Это ледовые представления были у нас в ледовом дворце, там, арена «Динамо». То есть вот такие представления, куда со всей Московской области мы заказывали транспорт, сопровождение, деток привозили, дети смотрели представления, там была анимация, там были развлечения для них, и там же они получали подарочные наборы сладкие. К сожалению, на сегодняшний день постановление губернатора о проведении таких мероприятий не подписано и вряд ли будет подписано, но, в принципе, по нашей информации вопрос решается просто о выделении и раздаче подарочных наборов. Более точно мы пока сказать не можем, чтобы в заблуждение не вводить. Конечно, мы все вводим. Да, то есть, конечно, это будет определено какими-то критериями, поскольку всех детей охватить не сможем, даже детей льготных категорий, потому что достаточно большое количество. Поэтому призываю мамочек смотреть за нашими социальными сетями, за новостями на сайте, там обязательно мы информацию разместим. И, конечно, когда будет определена категория таких деток, информация вся у нас есть. Мы будем с родителями выходить на связь, то есть их приглашать к себе за этими подарками. Конечно, с учетом, оговорюсь, с учетом, будем, конечно, учитывать, смотреть, если кто-то в прошлом году, либо позапрошлом году пользовался этой услугой. То есть постараемся, конечно, подобрать детей, которые не участвовали, чтобы побольше охватить. И о режиме работы в новогодние праздники. Мы вплотную привязаны к МФЦ, то есть мы в новогодние праздники будем работать по режиму нашего Ленинского многофункционального центра предоставления услуг. Последний день работы у нас 31 число. Потом мы уходим на каникулы, насколько я помню, до... 11-го. МФЦ до 8-го, по-моему, выходной не работает. До 8-го и потом выходим 11-го числа. То есть там последний вот этот выходной день, выходные дни, там, скорее всего, будем работать. Но мы информацию еще как бы разместим, конечно, на сайте. Спасибо большое, Андрей Евгеньевич и Светлана Юрьевна, что пришли сегодня к нам в студию, ответили на вопросы телезрителей. Я напоминаю, что у нас в гостях были Андрей Миков, заместитель начальника Ленинского управления социальной защитой населения, и Светлана Запкова, заведующая отделом обеспечения социальных гарантий Ленинского управления социальной защитой населения. Всего доброго и до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова